Наша жизнь, она напоминает не короткий спринтерский забег, но длинный марафонский бег длиною 70-80 лет. И на этом марафоне мы встречаем не только равнины, не только спуски, но мы также встречаем горы, которые необходимо сдвигать, и вершины, которые должны мы достигать. И Слово Божье сегодня для кого-то следующее. Что Бог видит тебя с двигателем гор и покорителем вершин. Знаете, дьявол, он всегда хочет сделать нашу жизнь, чтобы мы были неудачными. Дьявол всегда хочет сделать нас поработить каким-то вещам в жизни, чтобы мы много о себе не думали, чтобы мы не знали, кем мы являемся во Христе Иисусе. И очень много людей сегодня, они живут с этим менталитетом. Что когда приходит очередной жизнь наша, она бросает очередной вызов. Мы подчистую не знаем даже, как себя вести, как христиане. У нас просто эти проблемы иногда, эти горы, о которых мы говорим, они просто сбивают нас с ног. И дьявол, он очень хорошо это понимает. Он нарисует эту гору, которая выступила перед тобою, такой высокой, непреодолимой, такой недосягаемой. И мы просто начинаем впадать в страх, в неверие, в сомнение. На самом деле, эта гора, она больше, чем меня, больше меня. И вот как раз Библия очень много говорит о горах. Очень много есть гор, о которых написано в Библии. Есть те горы, как я уже сказал, которые нужно покорять. Есть те горы, о которых мы должны говорить, и они должны уходить. Есть такая гора, как Синайская гора, Синай. Есть гора, какие еще горы? Кормил есть, Арарат есть гора. Какая еще есть? Есть гора, Сион есть гора, есть Голговская гора. И Библия очень много говорит о горах. Но вот как раз, скажем, о горах, когда мы говорим, горы, они всегда олицетворяют человеческие проблемы. Я имею в виду, есть две стороны, но сейчас я хочу акцент сделать именно на горах, как на человеческой проблеме. И вот вы помните это время, когда однажды одну гору встретил Давид в своей жизни. Ох, эта гора была большая. Представьте, что собрала вся израильская армия во главе с Саулом. Сорок дней эта гора выходила и говорила, поносила воинство Божье, поносила имя Господа Бога, Израилева. Написана вся армия и сам Саул во главе. Они начали от страха дрожать, колени их дрожать начали. Потому что эта гора выбегала сорок дней и угрожала, и угрожала. И вот приходит человек, никому неизвестный, в Израиле. от него пахло овцами, и он не имел никакого военного навыка. Но у этого человека, молодого, юного, неопытного, которого не пахло порохом еще, только овцами, все, что у него было, это знание своего Бога было. И когда выбежал очередной раз этот великан, эта гора опять появилась вокруг, он говорит, кто этот? Друзья мои, вы видите человека, который не бежал от проблемы, который не скрывался в обозе, но бежал навстречу, он выбежал, написано, он выбежал навстречу проблеме, навстречу горе, он выбежал навстречу Галиафу и сказал, ты идешь против меня во имя, но я иду во имя Господа Бога Саваофа, Бога воинств Израилевых. Его, смотрите, какая перспектива, что происходило в разуме, в глазах, какую картинку видел Давид в этот момент, что мы видим при величине наших гор, которые мы встречаем. Мне нравится, я верю, что Давид, он, он был, он внутри себя говорил, да, я хотя маленький, но Галиаф настолько большой, что я никак не смогу промахнуться своей пращей и камнем в Него. Писание говорит, дорогие мои, это не я говорю, это Слово Божие говорит, что тот, кто в тебе, больше того, кто в этом мире. Аминь. Какая бы гора не встретилась, может быть, ты встречаешь гору проблем, это может быть даже болезнь. Вы знаете, мы сами, я, мы в своей семье проходим так же, молимся за исцеление, и последнее время мы просто говорим этим гором. И в этом, в этом, когда мы прославляли Господа, мы также говорили этим гором. Вы знаете, одна сестра говорит, Господь не исцелил моего мужа, он забрал его к себе. Почему? Вы знаете, а как часто мы говорим этим гором. Христос сказал, что если ты скажешь этой горе, чтобы она вернулась в море, то это будет. Бог сказал, чтобы мы разговаривали с нашими горами. Не чтобы горы говорили с нами, не чтобы голиафы говорили, великаны пугали нас, не чтобы врачи нам диктовали диагнозы. Последнее слово должно быть за Иисусом. Последнее слово должно быть в наших устах, и мы должны говорить этим гором, убираться, сдвигаться прочь. Я в это утро хочу сказать, кто-то испытывает сегодня, проходит на самом деле непреодолимые обстоятельства. Я здесь, чтобы сказать тебе, что Бог видит тебя сдвигающим горы, потому что жизнь и смерть во власти языка. И Бог говорит, что не силою и не воинством. Не то, что мы имеем что-то такое внутри в наших просто словах. Вопрос не в словах, вопрос в том, что мы говорим о Духа Божьем этой горе. Что перед тобою? Кто перед тобою гора? Заровавель, да, там есть слово. Она равнина, потому что не силою и не воинством, но Духом Моим, говорит Господь. Как важно, друзья, нам видеть в этих горах, которые мы встречаем, вот эти именно возможности, я бы сказал, чтобы в них проявилась Божья слава, чтобы в них проявился Иисус реальный. Для этого иногда Бог допускает вот эти, знаете, пики, которые нам нужно покорить, которые нужно сдвинуть, скорее всего. Для того, чтобы через это явилась Его слава. Это болезнь не к смерти, но к Божьей славе. Это болезнь не к смерти, но к Божьей славе, чтобы ты вышел в один день здесь и начал свидетельствовать. Вы знаете, я хочу ободрить вас, друзья мои, что не думайте, что если никто, и каждый воскресенье не выходит свидетельствовать, что Бог исцелил его, значит, Бог не исцеляет людей здесь. Я был в одной церкви, кстати, это в нашей церкви было. Скажу вам, одна сестра буквально две недели назад, она встала и говорит, я хочу сказать свидетельство, что со мной произошло. Знаете, сколько лет? Где-то восемь лет назад. Восемь лет назад. Я потом подошел к ней и говорю, почему ты восемь лет не говорила об этом? И Бог мне показал другую сторону. Бог показал, говорит, что я исцеляю людей, даже тогда, когда они не свидетельствуют. У меня голова болела сильно. Это была хроническая головная боль. Муж говорит, ну оставайся дома. Я сказал, это пятница, это было как раз перед Пасхой, было преломление. Я говорил о крови Христа. И она говорит, нет, я все равно пойду. Полностью, только о крови говорил. Я даже не делал вызов, призов в молитве. И Бог коснулся ее прямо на месте, где она была там. И исцелил ее. Она не свидетельствовала восемь лет. Муж ее знал, но церковь не знала. Вот почему мы говорим о том, что все равно продолжайте молиться за исцеление. Даже если вы не видите результата сейчас, продолжайте говорить этим горам. Продолжайте говорить, не сдавайтесь. Потому что Бог видит тебя звегателем этих гор. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И второе, Бог видит тебя покорителем своих высот. Вы знаете, есть столько много вершин, которые нам нужно покорить нам. Мы говорим сейчас о тех вершинах, которые, вы знаете, это Богом вложенные мечты и желания, которые Бог вкладывает в каждого из нас. Вы знаете, Бог вкладывает эти мечты, и они нас иногда, представляете, парадокс, Бог вкладывает эти мечты, они настолько большие, что мы сами тяжело в них можем поверить, и они нас же пугают, что на самом деле в один день это может произойти. Но если, дорогие, если бы Бог, я скажу так, по-другому, признак того, что Бог дает тебе эти мечты и желания, когда они нам в самом деле больше твоих возможностей, больше того, чем могут сделать твои собственные силы. Это и является признаком, что это от Бога. Вы знаете, кого-то из вас Бог призывает просто служить в пророческих дарах. Кого-то из вас Бог призывает просто двигаться в дарах Духа Святого. И вы это носите. Вы когда-то это, вы когда-то служили в дарах Духа Святого. Но вы перестали это делать. Вы подумали, это на слишком большая цена для этого необходима. Это слишком много. Меня не будут принимать. Меня не будут слушать. Я тебе хочу сказать, что вложенные желания Богом они не уйдут никуда из тебя. Никуда. Я скажу, даже дары, которые Бог вложил в нас, они никуда не уходят с возрастом. Моей маме уже 83 года. И она мне говорит следующее. Она говорит, я только 83, но в душе я молода. Если бы была сила в моем теле, я бы сейчас сделала первое, второе, третье, десятое. Почему? Потому что дары Божьи, они непреложны. Они непреложны. И вот поэтому представьте, что эти, чтобы восходить на эти высоты, покорять эти вершины, требуется платить цену за это. я недавно общался с одним человеком. Он мне сказал удивительную вещь. И потом я начал делать research самостоятельно. Мы начали говорить о горах, начали говорить, а он покоряет гору, нашу гору, которая здесь. Ренир. Он рассказывает, как он подготавливается. А потом, а я его спрашиваю, а ты никогда не покорял Эверест? 8 829 метров над уровнем моря. Самое высокое в мире. Он говорит, ты знаешь что? Говорит, это не просто так, говорит. Для того, чтобы сотни, я потом уже делал свой собственный research, сотни людей каждую весну едут в Непал для того, чтобы покорить Эверест, чтобы забраться на вершину. Это не просто. А знаете, почему не просто? Это даже не бесплатно. Даже желания недостаточно. Знаете, почему? Потому что покорить гору Эверест, это стоит 60 тысяч долларов. Вы только за пермиты надо заплатить 12 тысяч долларов. Только за кислород, чтобы несли. За конвой, за все устройства. Даже если ты хочешь интернет, чтобы тебя подключили там. За это платить надо. Итого, выходит, стоимость не бесплатная. 60 тысяч долларов нужно заплатить. И люди платят эти деньги. Друзья мои, как вы думаете, те горы или вершины, на которые Господь желает возвести нас в наших дарах, в нашем призвании, они не обойдутся нам бесплатно. За все требуется цена. за все требуется платить. И поэтому как важно, чтобы мы понимали, что Бог делает нас, Бог, Он видит нас с двигателями этих гор и покорителями Его вершин. Я не знаю, какие вершины Бог хочет, чтобы ты покорил в своей жизни. Но я хочу одно сказать, имей правильную перспективу. Правильную перспективу. Смотрите, мне нравится местописание. Что такое правильная перспектива? Правильная перспектива неважно, или нужно гору сдвинуть, или ее нужно покорить. Важность правильной перспективы это видеть гору так, как ее видит сам Бог. Увидеть ее Божьими глазами. Вы знаете, если наши глаза не будут протертыми, если в наших глазах зрения не будет этой резкости, резкости именно как Бог видит ситуацию, как Бог видит мое призвание, как Бог видит мое будущее. Если мы мы обязательно нам кто-то оденет на нас свои очки, кто-то оденет. Дьявол самый первый сядет на плечо. Он не будет спрашивать даже разрешения. Соседи, люди всегда будут стараться тебя, знаете, как этот Вартимей, который хотел прозреть по-настоящему. Там были, держали, да куда ты слепой? Это твоя судьба, это твое будущее. Он сбросил это все, это не мое. Я хочу видеть. И он получил зрение свое. Смотрите, важность видеть с Божьей перспективой. Божьей перспективой. Следующее, как мы можем видеть вещи неискаженными, не затуманенными, но такими, как их Бог видит. Есть одно условие, и вы это знаете, это находиться в Божьем присутствии, потому что в Его присутствии полностью все меняется, картина вся меняется. Вы помните, есть одна такая поговорка, в одной семье была жена, вернее, муж подходит к жене своей, говорит, слушай, жена, говорит, ты заметила, что на протяжении где-то целого месяца уже вот соседи, которые, балкон на соседе, они вывешивают свою грязную одежду, они что, не стирают ее? А жена говорит, послушай, дорогой, говорит, они-то стирают, но когда ты последний раз чистил окна нашего, нашего, нашего дома, вот точно так же в жизни у нас бывает. Мы привыкли смотреть на людей, мы привыкли смотреть на Бога, на те же самые проблемы, обстоятельства, именно через наши запачканные линзы, которая вообще потерялась всякой, нету никакой резкости. А Бог говорит, я хочу видеть, чтобы ты смотрел на жизнь с моей перспективы. Смотри на жизнь с моей перспективы. Я никогда не забуду, когда, знаете, я еще могу много говорить на эту тему, потому что Бог дал это слово мне о разных горах. Есть молитвенная гора, которую мы должны покорять. Не думайте, что вы достигнуте Божьих вершин, призвания и все, что вы мечтаете, обойдя, не покоря молитвенную гору вашу. Вы думаете, как этот проект родился, дорогие. Знаете, с чего все началось? Я ничем не хвалюсь, я просто привожу примеры, для того, чтобы кому-то было легче. Мы жили на этом северном Кибре, возле нас была большая гора. Жена моя лежит дома, отдыхает еще, она иногда со мной также ездила, но я вставал утром, еще до рассвета солнца. Я поднимался на эту гору, я искал Божье лицо. Я говорил, знаете, как часто я любил это делать и встречать рассвет просто восход солнца. Как часто я представлял Давида, который говорил, я также повторял с ним, Боже, ты Бог мой, тебя отрань и зарищует. И когда я опустился однажды с этой горы молитвенной, вот это с этого все начался, с этого началось, наши открылись двери сразу к сирийским беженцам, которых мы достигаем и будем достигать еще до пришествия Христа и верю мусульман. И от этого открылся этот проект и много другого начало выплываться. Друзья мои, кто-то из вас стоит перед выбором сделать какой-то decision, неважно, в бизнесе, решение судьбы и так далее. Покори эту гору молитвенную. Тебе тяжело, тебе тяжело утром просыпаться, все равно покори, заплати эту цену, потому что Иисус это делал. Иисус это делал. Провел целую ночь в молитве, потом сошел и избрал 12. Сделал самое важное решение в своей жизни после молитвы. Друзья мои, последнее хочу сказать. Имей Божью перспективу. То же самое. Божья перспектива в чем заключается? Исайя 41 глава написано «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Как приходит обновление? Как приходит эта перспектива Божья перспектива в мою жизнь? Она приходит благодаря тому, что я знаю время, когда расправлять крылья. Я знаю голос, когда говорит Дух Святой. Я знаю время, когда сходит Божье помазание. Я знаю, когда Бог приходит. И когда мы различаем это время, мы должны обязательно реагировать. Мы не можем отложить на потом. Иногда бывает служение даже в церкви, начинает действовать помазание, и пастору тяжело, или кому-то тяжело сориентироваться. Останавливаем, останавливаем программу нашу. Бог пришел, Бог хочет двигаться, Бог хочет говорить в дарах, Дух Святой хочет проявляться, Бог хочет исцелять, ломая всякий регламент служения. Как важно нам просто быть чувствительными, что Дух Святой хочет делать среди нас. Потому что когда мы расправляем эти крылья, мы начинаем парить, следовать за ним. Не мы говорим, что делать, но он нас несет. Куда он нас несет? Я никогда не забуду, когда на той же самой молитвенной горе я видел этого орла. Вы знаете, это зрелище, это красота, это просто величие, когда он с этого утеса, я никогда даже написал целую статью об этом, как он расправляет свои крылья и начинает парить в потоке воздуха. Он не машет ими, но он знает. Он знает, как десерн 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 это то, что мы должны учиться с вами дорогие делать. Не полагаться на разум, на наши силы, не бояться, не жить в страхе, в неверии, то, что говорят великаны вокруг нас. Ну, доверять нашему великому всемогущему Богу, что все возможно Богу, все возможно верующему, все возможно с Духом Святым. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава